Они хотят там строить домик и хотят строить сарайчик, но как же мне во все это не верится. Это получается в конкурсе на перевозке участвуют компании против кого, кстати. И это мне очень странно. Идите и катайтесь. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это моя личная точка зрения. На этой неделе это когда и кого будут вакцинировать от коронавируса на Кировоградщине. В Кропивницком дорожает транспорт, в Александрии Кияшко разбирает завалы цепюка. Кто распилил в областном центре базу Колос, в Александрии строят ледовую арену. И кировоградские кропивницкие школьники слушают сказки из космоса. Так, вакцинировать от ковида на Кировоградщине будут. И это, как по мне, главное. То, что хотя бы нам обещают эту вакцину. Директор областного департамента охраны здоровья Олег Рыбальченко даже говорит, что разработали план, кто получит спасительную вакцину первым. Огласите весь список, пожалуйста. Это медики, полиция, армия, отцов службы, пенсионеры. До конца года на Кировоградщине должны вакцинироваться до 50% населения. Еще важную вещь, сказал Рыбальченко, что не надо бежать сразу в больницу, мол, вас вызовут семейные врачи, пригласят на вакцинацию. Сам процесс вакцинации буду делать в два этапа. Сначала один укол, через две недели еще один укол. Но как же мне во все это не верится? Во-первых, если наша нынешняя власть говорит, что это будет в феврале, я читаю между строк, что дай бог, что это будет в марте или в апреле. Сейчас вакцинация активно идет в Европе, в Америке, в Израиле. У нас, как видите, тишина. Даже в Бангладеш начали. Я так понимаю, депутаты и ребята из Офиса Президента уже наверняка затеяли какой-нибудь туристический бизнес на вакцинах. Вон, как, например, Шуфрич мечтает, мол, я в Венгрию слетаю, кольнусь там и назад. Во-вторых, я так и не понял, какой же вакциной будут колоть. Фицер, Модерна или, не дай бог, путинская водяга и спутник. В-третьих, вакцинация должна быть массовой. По примеру, например, Штатов, где центры вакцинации размещены не только в больницах и госпиталях. И в-четвертых, по словам Рыбальченко, как передает CBN, сколько доз получит Кировоградщина, неизвестно. И после этого, значит, нам всем не паниковать и не бежать к врачам. То есть, практически говорят, ребята, есть смертельная зараза, но лекарств хватит не всем. Мы сами вам скажем, когда и кто получит. Но я вам скажу, до вакцины еще и доехать надо. Но на чем? На маршрутке в Кропивницком ездить опасно. Как передает агентство CBN, только на этой неделе две аварии. У маршруток отлетели колеса. Пятисотка. Там колесо полетело. И сразу два на маршруте 284. По признанию директора предприятия Оликс, это те, кому принадлежит пятисотый маршрут, я так понимаю. Причина, мол, не докручили гайки наши на монтаже и старый автопарк. Ремонт зробили, але гайки не затисли. Машины, оказывается, работают 2008 года. И тут, внимание, я считаю, что в Кропивницком хотят еще и повысить плату за проезд. А какого хрена? И это мне очень странно. Бизнес, он, как я так думал, обычно делается. Сначала вкладываешься, а потом зарабатываешь. В том числе, периодически, проводя модернизацию. То есть я к чему? Сначала качественная, подчеркиваю, качественная услуга, а потом уже оплата. А в Кропивницком получается, а дайте нам денег, а мы вам услугу с отлетающими колесами и машинами 13-летней давности. Ну вот как тут не верить в коррупционную составляющую? Это получается в конкурсе на перевозке участвуют компании со старыми машинами. Почему так? Я уверен, что в город с удовольствием зашли бы перевозчики с новыми машинами. Но кто-то очень заинтересован возить нас всех на старых корытах. Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. И да, где обещанный GPS, который обещали, кстати, перевозчики? Они же обещали установить на своих маршрутках. Что случилось? За что платить? У маршрутиков есть свой аргумент, мол, просим поднять цены, потому что карантин, потому что все подражало и так далее. И пассажиры не ездят. Но как же так? А как по мне, наоборот, ездят. Только как раз маршрутки есть рассадник заразы. Вы встречали в Кропивницком хоть одну маршрутку, где придерживаются карантинным и санитарным требованиям. Все в масках и не на подбородке, а с закрытым носом. Может, санитайзеры там везде. Может, водитель ведет тоже в маске и так далее. Я не верю. Потому что я видел совершенно обратное. В общем, тут я зов. Вместо качественной услуги в Кропивницком впаривают откровенную фигню. И требуют еще и повысить цену. Это называется совок. Махровый совок. Я не знаю, что вы вечерами смотрите, какой сериал имеется в виду. Там Бриджертоны или Ванда Вижен или Группы Столов. Но я люблю сериал Кияшка и Цепюк. Смотреть его можно на окончании Александра Кияшка. Сейчас нам идет второй сезон. Его название Александрийский рынок. С помощью этого сериала можно увидеть, какого же уровня была так называемая хозяйственность Цепюка. Оказывается, низкой. Вот это здание. Тут так разбивались те, скажем, неорендари. В лапках загарбники, которые 5 лет незаконно использовали холодильными камерами. Сбирали за них деньги. Вот, смотрите, это помещение. Мы получили от наших попередников, от команды директора НОСа, от міського головы Цепюка, его славно званої команды, великих господарников, как они себя называли, с великим досвідом. Вот, міський голова рассказывает, колишний, который был у нас Цепюк. Как он рассказывает и даёт сейчас порады, что его необходимо новому міському голове. Возьмите меня, я вам буду давать порады своего досвиду. Ну, если это будут порады такого характера, то... Конечно же, весь этот сериал должен иметь и третий, заключительный сезон. Подчеркиваю слово, заключительный. Например, под названием «Суд». Как, например, для александрийских чиновников от медицины, которые при Цепюке с 18 по 20 годы присылали в себе деньги медиков коммунального предприятия. То есть, схема была простой. Начисляли премии сотрудникам, а потом собирали с них дань. Чтобы вы понимали, мошенники таким образом насобирали из бюджета 503 тысячи гривен, то есть полмиллиона. Областная прокуратура уже, как говорят, знаете, официальным языком, сообщила подозреваемым о подозрении. В общем, интересные эти цепяковские времена. Кропивницкая эко-активистка Надежда Плывода продолжает бороться за то, чтобы Кропивницкий не превратился в город без деревьев. Надежда разбирается с масштабной вырубкой деревьев по улице Куропятникова. Это все на территории рядом с бывшей спортивной базой «Колос». Я там часто ходил еще, когда работал на местном радио и телевидении, и помню. Оказывается, этот участок, на котором запрещено что-либо строить, потому что там проходят линии коммуникаций, кабели, например, продали под строительство за 3 миллиона. Правда, Надя не написала у себя в аккаунте четко гривен или долларов, написала просто денег. Это 4 гектара зеленых насаждений, и оказывается, Горсовет не давал никаких разрешений на вырубку. Есть даже запрет прокуратуры, чтобы там не строить что-то. Но для некоих Александра Пузанкова и Александра Шишацкого, и прокуратура, и Горсовет, и вы все зрители, кропивничане, да и сам Райкович, пофиг. Они хотят там строить домик и хотят строить сарайчик. Ну а шо? Это такое совковое жлобство. И оно очень присуще Кропивницкому. Ну, начиная еще с Лесопарковой, я напомню. Вот эта, знаете, вседозволенность, когда можно откровенно насрать на жителей и на город, началась еще оттуда. С решения номер 405, 28 декабря 2007 года. Теперь вырубка деревьев на Куропятниково, Пузанково и Шишацком. Это такая, знаете, отрыжка дерева на Лесопарковой. Что теперь будет? Ну, я вам говорю, что ничего, какие-то штрафы будут, но стройку никто не остановит. Потому что Пузанков и Шишацкий супермены и могут нагнуть всех за 3 миллиона, что они и сделали. А все будут покорно молчать, потому что Пузанков и Шишацкий решают, кто и что тут будет делать в городе. А Надежде Полыводе, конечно, сил и успехов в борьбе с этим совковым жлобством. Она уже обратилась к Андрею Назаренко. И, честно говоря, если глава обл. госадминистрации поможет Надежде остановить очередной беспредел и дерибан, это будет лучшим флагом, чем тот, который, я слышал, хотят установить за миллионы денег. В Александрии открыли ледовую арену. Я не знаю, насколько эта арена демисезонная, можно ли там кататься летом, но сам факт уже хорошо. Я, как прочитал про открытие, знаете, прям восхитился, начал фантазировать. Так как на открытии выступили фигуристки и даже хоккеисты из Кремичуга, они там сыграли с александрийскими аматорами в хоккей, то теперь меня терзает смутное сомнение. А вдруг мэр Александрии, Кузьменко, теперь не только футболом, но еще и хоккеем займется. Это ж не остановится он, пока какая-то энхэловская команда не приедет в Александрию. Ну, представьте себе такой, значит, матч века Нью-Джерси-Девилс или там Питтсбург-Пингвинс против... Против кого, кстати? Как назвать александрийскую команду? Александрийские шахтеры, по примеру, нефтяников из Эдмантона, вряд ли. Сколько там шахтеров-то осталось? В Белой Мневиде в Украине уже есть такая команда. В общем, пишите свои варианты в комментах. Александрийские, кто будет играть против Эдмантон-Ойлерс? А пока арена работает, идите и катайтесь. Сказка из космоса для крапивницких детей. Ученики 5-й гимназии имени Шевченко поучаствовали в крутом ивенте. Как оказалось, астронавтка Шенон Уокер прочитала для них сказку прямо оттуда. Ну, я имею в виду с космоса. А ученики, в свою очередь, пообщались с астронавткой НАСА и своими сверстниками из других стран в чате. Молодец учительница гимназии Анна Дудич. Во многом благодаря ей состоялся, так сказать, инопланетный контакт с астронавтами. Ну, сами подумайте, не каждый день можно услышать сказку из космоса. Вот такая у нас странная область за неделю. Это у нас одновременно, может быть, с учениками проводят уроки из космоса, пока на дорогах у местных маршруток отпадают колеса на ходу. Блеск и нищета Кировоградчины. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще для александрийцев. Точно для крапивничан посмотрим. Продолжение следует...